Значит, у нас будет курс, 4 лекции. Не совсем понятно, о чем он будет пока, но, в общем, там будут разные сюжеты, связанные с алгебраическими кривыми на плоскости и вопросами про то, как у каких многочленов устроены корни. Это, конечно, очень наверняка вещи простые. То есть тут смысл в том, чтобы основная теорема алгебры, например, она выступает как какая-то мотивация, чтобы увидеть, продемонстрировать какие-то приемы из разных частей математики. Понятно, что самостоятельной ценности она особо не имеет, потому что все и так это знают, но тем не менее. Значит, да, сегодня будет совсем вводная лекция тоже. Да, в основном все, что я рассказываю, это, что мы будем рассказывать, это по книжке ЖИСа. Называется что-то там «Математические прогулки с осмотром особенностей». Она вышла в русском переводе. Вот Женя Смирнов переводил. Вышла в этом году. Вот, очень хорошая книжка такая. Да, синяя книжка. Вот она лежит там в одном, правда, экземпляре. Но у меня есть еще один, если что. Вот, очень хорошая. И там смысл как раз в том, что… Ну, опять-таки, ЖИСу как раз нужно, чтобы сформулировать главную свою теорему, нужен результат, к которому мы идем. Основной результат – некоторая теорема локальное описание особенностей алгебраических кривых. Но, опять-таки, ему скучно просто так его рассказывать, поэтому он там в нескольких главах показывает, как Гаусс в своей диссертации применял только количество основной теоремы алгебры. Вот, у нас будет другая мотивация какая-то. Я не знаю, сегодня должна быть тоже вводная лекция. Да, я надеюсь, все готовы к тому, что будет все очень элементарно и просто. Да, мне немножко неудобно в этом смысле. Вот, значит, вводная лекция мы сегодня обсудим, если успеем, надеюсь, успеем, теорему Абеля о том, что… Абеля-Руфинь она, по-моему, называется, про то, что многочлены степени, там, пятые, они, начиная с пятой, они не могут быть разрешены в радикалах. Наверное, это много кто знает, да, это утверждение? А декорительство тоже много кто знает? А кто знает декорительство? Я часто вас включаю. Хорошо. Хорошо, но обычно это доказывают через теорию Гула. У нас, если я дойду, мы будем это доказывать. Ну, идея все равно, очевидно, она одна и та же, но она будет такая более геометрическая, это доказывает, что через, там, монодромию, дискриминант, что-то такое. Вот, поэтому если это не все знают, это хорошо. Значит, да, ну опять-таки мы тут будем… Будет много всяких простых… Вообще все будет очень просто сегодня, и будет много простых мест. Наверное, мы будем часть из них проскакивать и сделаем листочек вечером. Ну и, может, и сложные вещи тоже будут, листочки. В смысле, чуть-чуть более содержательные. Сложных не будет. Да, ну, значит, что происходит? Да, мы рассматриваем многочлен, общественный многочлен, одной переменной. Хотим понять, как устроены… Значит, ну, условно говоря, по его коэффициентам понять, как устроены множество его корней, там, на d, на c, как хочется. Вот, ну, значит, понятно, что все понимают, что делать в случае квадратного многочлена. Ну и смысл как бы… Идея в том, что мы можем просто явно его найти, явно найти корни. А давайте теперь поймем, как… что происходит в случае степени 3. Да, если у нас есть просто для разминки. То есть у нас степень 3. Ну, значит, понятно, что у нас есть как бы очевидные замечания. То, что мы знаем по теореме Безу, что число корней у нас меньше либо равно чем 3. И с другой стороны мы знаем по теореме промежуточного значения, да, мы знаем, что корень существует, да, существует вещественный корень. Вот, но теперь мы хотим понять, как-то разделить ситуации, когда у нас там он один или сколько их может быть вообще. И было бы очень здорово, если бы была какая-то формула… Кто не знает, есть какая-нибудь формула? Нет, именно для корня. Что? Да, есть какая-то формула кардана. Кто знает формулу кардана? За 5 минут на издание. Да, ее можно… Ну, она будет, наверное, вывод какой-то будет в листочке. Ну, листочек мы пока не написали как бы. Да, это простая вещь. Но давайте я напишу все-таки эту формулу. Значит, вот мы берем многочлен третьей степени и приводим его к виду вот такому rx плюс 2s. Ну, понятно, мы можем это сделать просто заменой координаты. Да, и теперь, значит, у нас есть общая формула. Значит, x корень кубический минус s. s квадрат плюс r в кубе плюс s минус… Вот такая вот. Ну, да, понятно, что это можно там вывести, можно подставить, проверить. Все можно сделать. Да, а для четвертой степени есть что-нибудь такое? Да, значит, ну, на самом деле ее тоже достаточно знать. Вот эту вот формулу дальше. Если у нас есть четвертая степень, тогда вы можете… Для общего многочленной четвертой степени вы можете там рассмотреть какой-нибудь параметр, например, сумму корней и на сумму корней написать уравнение уже… На квадрат суммы корней написать кубическое уравнение и дальше его решить. Это тоже, наверное, будет в листочке. Вот, можно пока про это подумать. А вообще у этого уравнения, у этой формулы есть какая-то история. Там она в книжке Гендикина хорошо описана. Ну вот смысл такой, что были в математике всякие результаты, которые в античности люди доказывали. Там греки и немножко арабы. А потом, значит, в средневековье почти ничего не доказывали. Ну как бы, в смысле ничего нового, более сложного не могли получить. И вот эта вот формула… Ну и книжка, которая была посвящена третьему и четвертому уравнениям третьей и четвертой степени, как раз Кардана, она была такая первая… Первая какой результат уже эпохи Возрождения, какие-то середины 16 века. И там была какая-то история интересная про то, как… Ну не знаю, интересная, не интересная, про то, как ее получали. Нам вчера рассказывали, что нужно… Зачем нужно олимпиадное мышление, да, что можно себе поставить дедлайн там в 5 часов и что-нибудь решить. Вот. А вот эту формулу тоже вот ее, значит, там… Тысячу лет не могли ничего с этим придумать. А потом был какой-то что-то типа матбоя, математического поединка. И там какой-то товарищ, значит… Ну они на скорость решили… Не на скорость, у них было там 50 дней, правда, не 5 часов. Им нужно было решить 30 кубических уравнений. Вот. А кто проиграл, тот должен был 30 человек там проставиться. Вот. И, в общем, они вот как раз… Один товарищ вот это вот придумал. Вот. Потом у него там украили, потом он что-то с кем-то дрался на дуэли. Ну, в общем, это все написано в книжке. Вот. Значит… Да, ну вот оказывается, что для многочлена пятой степени уже это… Для четвертой, значит, работает, для пятой не работает. И мы хотим это доказать. Теперь как мы будем это делать? Мы будем работать с дискриминантом. Скрипинант. Сначала будем разбираться в случае 3 кубического уравнения. Вот. Значит, ну давайте для начала посмотрим на вот эту формулу. Ну, что здесь можно сказать, да? Что когда у нас s в квадрате плюс r в кубе больше нуля, тогда все хорошо работает и выдает вам вещественный корень какой-то. Когда меньше нуля, тогда тоже можно, понятно, все это сделать, вычислить. Но тогда получается сложно. Опять-таки вам нужно извлекать кубический корень из комплексного числа. Вот. И, ну, соответственно, вылезают какие-то арксинусы или что-то такое. Вот. Хочется понять, почему, какой смысл у этого уравнения в терминах корней. Да, я не знаю, но я буду рассказывать какие-то вещи про кубическое уравнение. Если кому-то это очень просто, то можно сразу думать, например, про уравнение четвертой степени. Там это уже довольно… вот это рассуждение, которое я буду провести про дискриминант, будет довольно хитрым. Значит, ну на самом деле, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что вот это уравнение, оно определяет дискриминантное подмножество в пространстве параметров. Значит, у вас есть такая плоскость с координатами… двумерная плоскость с координатами sr для каждой точки свое уравнение. И мы можем спросить, когда, для каких точек у нас существует кратный корень. Вот утверждается, что это так. Почему? Ну, наверное, все знают, да, что условие для многочлена PSR от х равно нулю. Условие на сочетание кратного корня, значит, имеет кратный корень, тогда и только тогда, когда одновременно выполнено, зануляется, значит, многочлена его и его производная. Ну и просто можно, значит, расписать это, да, получить систему там х кубе плюс 3 rx плюс 2s равно нулю. И 3x в квадрате плюс 3r равно нулю. И запараметризовать дискриминант вот такой системой уравнений, вот, которая равносильно, равносильно вот этому равенству. s в квадрате плюс r в кубе равняется нулю. Вот. Ну, значит, можно теперь понять, как это выглядит на плоскости с координатами sr. Ну понятно, что она, эта часть нас не интересует, потому что она лежит в левой полуплоскости. Понятно, что она симметрична. Реально надо смотреть на верхнюю полуплоскость. Тут получается какая-то вот такая вот штука. Называется casp, да. Вот. Значит, ну и давайте смотреть. И мы сейчас хотим понять в зависимости от… ну просто поиграть с этой картинкой. Я не знаю. Опять-таки, если кто-то уже это знает, все, тогда можно думать про четвертую степень. Там будет трехмерное пространство и, значит, лагебраическая кривая, которая называется ласточкин хвост, кажется. Вот. Значит, это вот у нас… Мы называем это дискриминант. Называется уравнение… d равняется нулю. Дискриминантом мы будем называть и уравнение вот этого d от sr и множество его нулей. Не знаю, если это неаккуратно. Вот. Значит, теперь что можно сказать про это подмножество? Да, ну понятно, что оно, значит, параметризуется вот этой вот кратным корнем, да, x-ом. Значит, давайте я еще раз это напишу. Значит, s равняется x в кубе, r равняется минус x в квадрате. Вот. Значит, такой естественный параметр. И что мы хотим понять? Ну, для начала мы хотим понять, как, например, такую вещь. Ну, допустим, у нас есть точка на… Да, ну смотрите, значит, во-первых, такое простое наблюдение, что у нас, когда точка лежит на дискриминанте, это то же самое, что… значит, p от rs от x имеет кратный корень. Кратный корень. Это то же самое, что он не имеет корней, которые невещественные. Ну и вещественных он имеет, значит, либо один корень, либо два. Тогда у нас геометрически может быть две картинки, да. У нас может быть такая картинка и картинка, значит, наоборот такая, да. Когда кратный корень меньше, чем второй или наоборот. Вот. Понятно, где, как бы, какой картинке отвечают какие точки на этом каспе? Понятно? Вообще понятно, что происходит? Понятно тогда какие-то… Ну она, я не знаю, может я плохо нарисовал. Ну тут в чем вопрос? Действительно для любой точки s мы можем… Не знаю, ну потому что это такая… Потому что мы можем переписать r через s, и получится там какая-то степень вылезет. Три вторых. Или две третьих, смотря с какой стороны посмотреть. Давайте, да, давайте вообще обсудим эту картинку. Это хороший тейк. Значит, что… Да, может я все неправильно поставил координаты, да, извините. Хорошее замечание. Давайте еще чего-нибудь. Да, тут я поставил, конечно… Да, это очень здорово. В смысле, что вы следите. Да, действительно, конечно, конечно. r должно быть меньше нуля. И для каждого значения r отрицательного у вас два решения. Ну а для s просто s параметр. Можно считать, что s параметр. Да. Так вот, еще раз. Две картинки. Где какие? Понятно? Непонятно. Хорошо, ну давайте тогда посмотрим. И больше ms у нас грады чуть выше, поэтому… Нет, ну у нас… Значит, сейчас я скажу про дискриминант. Да, дискриминант у нас положительный вот здесь, а вот здесь отрицательный, да. Нужно как-то еще, наверное, цветов. Значит, вот здесь дискриминант больше нуля, вот здесь дискриминант… Я сейчас тоже могу… То есть не тоже, а просто могу ошибиться. d, да. Спасибо. Да, вот так. Да, нас сейчас интересует… Мы потом поймем, естественно, что значит, что дискриминант больше нуля или меньше нуля. Но для начала мы хотим на самом дискриминантном множестве понять, что значит, что точка лежит выше, чем ось OR или ниже. Давайте скажем то, что у нас есть… Значит, у нас есть кратный корень, да. Поэтому у нас… С другой стороны мы выбирали… Мы так его перепариметризовали наше уравнение, что при х квадрат коэффициент 0, да, поэтому сумма корней должна быть равна нулю по теории Виета. И, да, и значит, если у нас есть кратный корень, если х1 кратный корень, то х2 равняется минус 2х1. Вот. Соответственно, х1 — это, собственно, параметр вот на этой кривой. Вы как бы каждому значению х1 можете сопоставить единственную точку на дискриминанте. Ну и дальше вот понятно, какая у нас будет картинка. А тут плохо, да, вот это вообще неправильно. Извините. Корни. Да, ну давайте мы запишем p от х. Ну смотрите, если есть вещественный… Если есть кратный корень, тогда есть еще один корень. Поэтому у нас получается х минус х1 в квадрате на х, х минус х2. Если у нас есть кратный корень х1, то х2 определяется однозначно? Ну да, да. Вот у нас есть теория Виета, сумма корней равна нулю. Вот. Поэтому определяется однозначно. Да, вот это была картинка нехорошая, а хорошая картинка вот такая вот. У них должны быть разные знаки, да? Вот. Ну и тут тоже, значит, она должна быть в два раза дальше. Вот так вот. Значит, вот вы можете смотреть на эти два графика. Да, а теперь вопрос, что, например, происходит вот в этой точке. Давайте какие-нибудь еще цветы нарисуем. Это особо не связано с тем, что будет дальше, просто чтобы подумать. Да, значит, понятно, да? То есть когда мы движемся по вот этой вот, по дискриминанту движемся к нулю, с одной или с другой стороны, вот эти точки съезжаются, потому что вот у нас есть вот эта формула. Съезжаются, съезжаются, схлопываются, получается кратный корень. Понятно, да? Можно двигаться дальше. Хорошо, теперь давайте поймем, что происходит, что происходит. Сейчас, сейчас, секундочку. Да, что происходит внутри и снаружи. Для этого нам нужно… Да, но мы вообще хотим сказать, что здесь у нас три вещественных корня. Значит, они уже все различные в любом случае. А здесь один вещественный, два комплексных. Да, я не сказал, что понятно, что если у нас кратный корень, тогда он должен быть комплексным, потому что если бы он был некомплексным, то у нас комплекс, в смысле чисто, если бы он был невещественным, то было бы плохо, потому что невещественные корни, они в парах. Они там сопряженными, и получилось бы уже четыре корня. Такого не может быть. Значит, почему слева три вещественных, справа один? Потому что мы можем, на самом деле, посмотреть на эту картинку немножко по-другому. А именно… Значит, в чем… Значит, у нас было такое уравнение. Значит, P красивое. Из произведения rx на r… Значит, тут r с координатой x, а тут r в квадрате с координатой r и s. Было такое отображение в r, которое тройку переводит в x в кубе плюс 3rx плюс 2s. И мы на нее… про это думали так. Мы фиксировали пару rs, да, и говорили то, что у нас p rs — это как бы мы фиксируем rs, а еще сюда можно что-то подставить. Вот. А на самом деле можно про это думать и как бы в каком-то смысле строгом, но который я не буду объяснять в двойственном, на двойственную картинку и смотреть на… зафиксировать x и посмотреть это как на уравнение от двух переменных, от r и s. Да? Ну то же самое. Вот. Понятно, что это уравнение… значит, оно что-то определяет вам на плоскости… на вот этой вот плоскости. Что оно определяет? Понятно? Ну, оно определяет просто прямое, это линейное уравнение. Оно от r и от s зависит… тут r и s входят только в первой степени. Тут есть какая-то константа. Ну давайте мы можем подставить, например, x равное нулю. Да? И получится… Ну, это плоскость, она с координатами rs. На нем… и это тоже уравнение. Ну, сейчас посмотрим. Окажется, что… окажется, что… ну, нет, по смыслу… Правильно. Ну, давайте здесь с общей такой… с общей мотивацией. Вот мы берем точку. Нас интересует вопрос о корнях. Да? Количество корней. Мы берем точку rs на этой плоскости. Хотим понять, сколько корней. Ну, что значит, что x0 является корнем для вот этого вот p rs от x0 равно нулю. Я что-то уже начал писать очень… Да. Ничего. Значит, вот это уравнение, это просто так, как написано, это очевидно то же самое, что fx0 от rs равно нулю. Потому что это одна и та же вещь. Просто разные записи. Ну, соответственно, это значит то, что rs лежит на прямой, которая называется lx0. Поэтому сейчас нарисуем все эти прямые и посмотрим, в каких точках они пересекаются. То есть через некоторые… на самом деле окажется, что через точки, которые внутри лежат, проходит одна прямая. Три прямых этого семейства через точки, которые в ней лежат, проходит одна прямая. А когда мы приближаемся к дискриминанту, две прямые сливаются. Да. Значит, почему это так? Да, ну, значит, во-первых, понятно. Значит, это линейное уравнение от rs. Значит, вот тут есть какие-то коэффициенты, которые при x фиксированном постоянно, и свободный член. И что я хочу сказать? Я хочу сказать, что… Да, я хочу сказать, что на самом деле… Да, сейчас, секундочку, секундочку, секундочку. Да, я хочу сказать, что на самом деле вот эта вот кривая дельта, она является так называемой огибающей для этого семейства. Это значит, что на самом деле… Значит, вот это множество прямых – это просто множество касательных к этой фиолетовой кривой. Значит, смотрите, она… Эта кривая особая в этой точке, но все равно в этой точке у нее есть касательная. Это вот эта вот прямая, ой… Вот эта вот прямая является касательной, которая как раз получается в случае x равного 0, который я вот здесь начал разбирать. Значит, f0 от rs, он задается уравнением просто… Значит, это 2s, то есть s равняется 0. То есть вот эта вот прямая, она как раз лежит в нашем семействе, и она, как легко видеть, соответственно, является касательной к нашему вот этому вот каспу. На самом деле, если вы начнете рисовать прямые семейства… Ну, это, конечно, надо делать, когда не нарисована еще фиолетовая кривая. Я просто это не могу воспроизвести. Ну, в общем, если вы просто накидаете на плоскость… Вот это вот, соответственно, не подходит. Накидаете на плоскость вот эти прямые из этого семейства нашего, тогда вы просто увидите… Визуально прямо на компьютере можно рисовать. Кстати, то, что я сегодня рассказываю, это несколько глав из книжки Фукса Табачникова. Ну, не буквально, конечно, но в любом случае я советую ее посмотреть. Да, там есть глава про третья-четвертая степень, которая, наверное, в листочки пойдет. И дальше есть вот про вот эту картинку и про теорему Абеля тоже. Вот. Значит, и там есть вот эта картинка, когда просто они рисуют, ну, просто на компьютере рисуют там, допустим, не знаю, 15 прямых из этого семейства, и визуально глазом просто видна эта фиолетовая кривая, хотя на самом деле она не нарисована. Да? Вот. Это решение подытожит то, что было сказано. Вот мы взяли многочлен, и вместо того, что смотреть на него, как на функцию от Х при фиксированных РС, фиксируем Х и смотрим на него как на функцию от РС. Как при фиксированных РС смотрим как на функцию от РС, которая немедленно становится любви. после чего уравнение на корень, уравнение, что Х это корень, это всегда прямая, и на плоскости Р и С оказываются понакиданными куча прямых. Вопрос о том, один корень или три, это вопрос о том, сколько прямых этого семейства проходит через одну точку. РС отделяется одно от другого. Естественно, что на границе между один и три должно быть два и это кратное касание. И действительно, как Ваня сказал, что если даже просто провести эти прямые не рисуя РС, он сам по себе вырисовывается как измущение, потому что две текущие близкие друг другу это почти гадо. Да, да, то есть мораль, ну действительно, мы не будем, давайте сейчас, это легкий факт, не будем доказывать формально это утверждение, которое было сформулировано, но мораль действительно следующая, что если вы берете точку теперь, хотите понять, какие решения для данного РС, вам нужно понять, какие прямые этого семейства проходят через него, это значит, что надо просто провести касательные к фиолетовой картинке. И вот, ну грубо видно, что здесь их три, а если мы смотрим снаружи, тогда она будет одна, и когда мы движемся, движемся, точку приближаем к графику, две касательных сливаются. Ну и, соответственно, так можно искать не только, ну можно строго говоря искать корни, потому что вот эти вот корни, потому что конкретным значением корня будет, его можно понять следующим образом. Мы рисуем касательную, смотрим точку касания, и точка касания по предыдущему нашему рассуждению, она соответствует некоторому x. Вот это и будет тот x. Вот это легко, в общем, увидеть. Вот. Поэтому, значит, ну опять-таки это, ну условно говоря, можно сказать следующее, что я как бы объяснил, почему слева, там где дискриминат отрицательный, там три корня, справа, там где дискриминат положительный, там один корень. Но, конечно, я этого не объяснил, потому что я не объяснил, почему слева три касательных справа одна. Это выглядит просто, ну визуально похоже на правду, но в реальности, если попробовать написать уравнение касательное, это будет то же самое кубическое уравнение. Но это мы сейчас поймем, поймем. Значит, да, ну и тут есть всякие дальше вопросы. Вот, допустим, мы зафиксировали… Слишком много все нарисовал. Я не знаю. Значит, есть вопросы такие, что вот мы берем и рассматриваем только те кубические многочлены, у которых есть данный корень какой-нибудь. И это, соответственно, как мы знаем, это прямая, которая как-то проходит, какая-то касательная прямая. Ну вот, например, вот эта вот, которая здесь нарисована. Но дальше, если мы знаем то, что x0 корень, то это все равно не позволяет… Бывают разные качественно устроенные графики функций кубической, у которой данный корень. Бывает, например, что-нибудь такое вот. Бывает что-нибудь такое вот. А бывает наоборот, когда, соответственно, там… Значит, вот у нее вот сейчас… Ну, в общем, бывают какие-то разные ситуации. И интересно понять на этой прямой, как бы, зная координату на этой прямой, какой график будет. Это может быть… Я не буду… Такой получается мультик, что мы как бы ездим, и у нас там что-нибудь съезжается, разъезжается, появляются экстремумы, появляется в какой-то момент какой-то корень, может, большей кратности. Но это можно тоже оставить в листочек, посмотреть на это. Да, ну и если все то же самое, можно в размере с четыре, для степени многочлена четвертой можно посмотреть, например… Ну, либо самому подумать, либо посмотреть книжку, брошюра Васильева, называется «Геометрия дискриминанта». Там вот такое же как бы рассуждение, но, конечно, оно гораздо более громоздкое и как бы содержательное. Вот, теперь, что мы все-таки получили? Да, пока я не могу сказать, что мы как бы точно поняли, что здесь три корня, здесь один, но то, что мы поняли, это следующее замечание, что давайте мы… Сейчас сотру что-нибудь. Давайте мы возьмем какую-нибудь точку и начнем ехать. Какой-нибудь путь рассмотрим на этой плоскости. Да, значит… Ну, это получается семейство, однопарометрическое семейство многочленов. ПТ. ПТ от Х. И выберем какой-нибудь корень для начального… Ну, или лучше там… С, Т, РТ. Сначала так. РТ, СТ. От Х. И выберем какой-нибудь корень Х0 для начального значения, да? Там P, R0, S0 от Х0 равно нулю. Какой-нибудь корень вот здесь вот. Тогда его можно протащить по этой кривой, да? То есть дописать как бы… То есть получить семейство ХТ, да? ХТ… Я очень странно пишу, обычно так не пишу. Да, не знаю. Сейчас я попробую, может, как-то исправиться. Значит, семейство… Да, путь, да? Семейство корней вот этого вот R-теста. Да, ну понятно, да, как это делать? Ну просто если у вас есть касательная, тогда она… Значит, какую-то вы зафиксировали касательную к чему-то там гладкому или вот здесь имеющему особенность, но все равно имеющую касательную. Дальше вы движетесь по пути любому, непрерывному и, соответственно… Ну или лучше гладкому. Может и непрерывному. Непрерывному. И, соответственно, у вас касательная тоже как-то ездит, возможно, там попадает сюда, когда вот сюда приехали или сюда. Но это ничего страшного. Понятно, да? Это реалистично. Мы следим за корнем. Я говорю то, что мы можем по… Вообще вот это не такое, что у многочленов, которые лежат в одном… в одной компоненте дополнения до дискриминанта, корни… их равное количество, например. Вот. Но это нужно доказать. Визуальная картинка то, что видно, что три касательных — это не декальство. Это просто потому, что если хочется показать, доказать, что их реально три, будет то же самое кубическое уравнение. Но я хочу доказать, что если мы меняем многочлен, не проходя через дискриминант, то есть рассмотрим семейство многочленов, у которых нет многочленов с кратным корнем, тогда число корней будет одинаковое. Это, наверное, интуитивно очевидная вещь. Но есть вот такое объяснение. А кому-то понятно, кому-то непонятно? Есть какие-нибудь вопросы? Что? Зачем нам куб непонятно? Ну просто такое утверждение. Мы хотим доказать то, что… Правильно, хороший вопрос. Значит, мы хотим… Есть какие-то многочлены, для которых там корни устроены очевидным образом. Например, мы можем посмотреть на многочлены вот здесь вот, это значит то, что r равняется нулю, это значит то, что это x в кубе плюс 2s. Понятно, как устроены его многочлены… как построены его корни. Вот. s равняется… неправильно сказал. s равняется нулю… извините, s равняется нулю, это x в кубе плюс 3rx, и понятно, что у него 3 корня. Значит, для отрицательного r. Хорошо, а для этого как понять, что для этого 3 корня? Ну вот я хочу сказать, что мы возьмем, соединим их каким-то путем, и покажем то, что любой корень здесь можно вдоль этого пути протащить, чтобы получить корень здесь. Понятно? Ну, доказательство этого утверждения – это такое, что мы рассматриваем… доказательство этого утверждения сразу следует из рассуждения с касательными. с касательными. Потому что мы рассматриваем… потому что фиксируя корень, мы фиксируем касательные. Двигая параметр, мы можем просто двигать, ну, рассматривать семейство такое касательных. Понятно пример? А почему два разных корня у них нам было занятие в один? Почему два… да, это правильный вопрос. Ну вот утверждается, что если два корня перешли в один, то есть есть две касательных. Что это значит? Это правильный вопрос абсолютно. Значит, что это значит? Это значит, что в какой-то… Вот у нас было, значит, две касательных, а потом стало одна. Нам даже важно, чтобы они как прямые совпали. Да, потому что если это… если они как бы в разные стороны направлены, тогда это все равно два разных корня. Как бы сам корень восстанавливается не по касательным, а по точке касания. Нас интересуют точки касания. Вот вопрос… Вот мы двигались-двигались, и точки касания этих двух касательных слились. Утверждается, что такое может быть только если мы пересекли дискриминант. Ну это, наверное, очевидное геометрическое такое. То есть это значит, что мы, понятно, двигались-двигались, и эти просто два луча совпали. Но это может быть, если мы приехали дискриминант. Если мы не приехали, тогда они… Я не знаю. В движении по пути у нас можно сохранить касательную. В движении по пути точно сохранять касательную, да. Ну в смысле… Да. Нет, это… И мы это считаем очевидным. Ну, я бы сказал, что это можно сделать строгим, достаточно легко, просто нужно… Ну, может, надо какую-то… Типа неявные функции аргументы. Хорошо, я понял, это очевидно. мне очень нравится, да. А на уровне справа, я бы сказал, что… Хорошо. Хорошо, давайте… Да, это действительно… Я… Очень интересно, что мы двигаем точку, и просто смотрим, как движутся стоимость касательной точек, это действительно стоимость аналитика. И что… 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 мы перебивали, что точку движутся, если движутся стоимость касательной, и пока они не начали сливаться, пока мы не возьмем здесь, стоимость аналитика, что… да, действительно, это, наверное, не нужно. Это странно, да. Я пытался сказать, что это как бы строго, но на самом деле, если это делать строго, то это все равно некрасиво, это скорее красиво. Ну, идея в том, что должно быть красиво. Вот. Теперь… Да, ну вот это такой аргумент, который… в любом случае смысл которого увидеть, что в каждом из компонент дополнения, двух компонент связанности дополнения до искремента, число корней вещественных одинаковое. Ну и дальше, посмотрев на какие-то простые случаи, вот когда s равняется 0, увидеть, что, значит, слева их 3, справа 1. Вот. Значит, теперь… А сколько времени осталось? Все, хотя бы полчаса есть? Отлично. Все. Теперь мы будем говорить про уже… Значит, это была мотивация к тому, что такое дискриминант. Я надеюсь, примерно что-то понятно. Но вот надо посмотреть, действительно, все-таки я призываю посмотреть, вот как напрямой график ездит и что там сливается. Это красивый мультик, просто сейчас на это время нету. Вот. Теперь вот вопрос такой. Можно ли все то же самое сделать для комплексных корней? И будет ли это сложнее или проще? Вот сегодня кто-то говорил, Панин говорил на лекции Руденко, что комплексификация это всегда упрощает всю картинку. Вот. И тут как раз такая ситуация. Значит, ну будем считать, что… Значит, будем считать… Давайте я попробую писать, потому что это странно, что я не пишу. Считать, что… Значит, у нас теперь все R, S. Это комплексные числа. И дискриминант… Значит, рассмотрим… Дискриминант как многочлен, значит, от R, S. Ну и опять, значит, дискриминантное множество мы можем посмотреть. Дискриминантное множество. Значит, это дельта С, множество, где D равняется нулю. Вот. Ну теперь, да, оно содержит точки с комплексными уже… Уже у нас многочлены с комплексными коэффициентами. Дискриминантное множество отвечает многочленам, у которых кратные корни, которые тоже, соответственно, могут быть уже комплексными. Ну и получается вот такая вот штука. Теперь… Главное, что… Но при этом вся вот эта вот странная такая наглядная аргументация, прокасательная, она продолжает работать точно так же, но тут есть важное отличие. Значит, важное отличие… Важное отличие состоит в том, что… Значит, давайте мы вот эту… У нас плоскость С квадрат. Если мы посмотрим на дополнение до дискриминанта, тогда оно связано. Почему? Это кому-нибудь очевидно? Просто чтобы понимать. Это надо рассказывать или нет? Кому это очевидно? Никому ничего. Хорошо. Это очень хорошо. Но это простая вещь. Давайте я ее где-нибудь… Где бы ее мне нарисовать. Давайте вот здесь я ее нарисую. Значит, мы берем две точки на дополнение к дискриминанту и хотим их соединить кривой. Как мы это будем делать? Давайте просто посмотрим на комплексную прямую. Значит, у нас есть точки L0, S0 и R1, S1, которые лежат на дополнение до дискриминанта. И давайте рассмотрим проходящую… Рассмотрим комплексную прямую. То есть что-то, что задается уравнением. АР плюс БС плюс С равняется 0. Проходящую через R0, S0 и R1, S1. Тогда давайте поймем, как она пересекается. На плоскости у нас… В комплексной плоскости у нее есть две точки. Можно провести единственную прямую. Давайте посмотрим, как она пересекается. Как… Рассмотрим пересечение. Рассмотрим пересечение K с дельта С. Ну что можно сказать? Что на этой прямой у нас есть линейная зависимость. То есть мы можем R выразить через S. Соответственно, дельта от RS при ограничении на K – это многочлен от… Можно про него думать, как многочлен от одной переменной. Да, это очевидная вещь, если у нас есть. Многочлен на плоскости. Мы берем кривую, прямую, ограничиваем, получаем многочлен от одной переменной. Тогда у него… Да, ну он может быть… Два варианта. Он может быть тождественно равный нулю или не равный тождественно нулю. Но он не равен тождественно нулю, потому что тут есть две точки, которые на дискриминансе не лежат. Соответственно, число его нулей… Там число его нулей… Его нулей конечно. Да, соответственно, картинка такая… Не знаю, нужна ли картинка? Ну или, наверное, уже все ясно. Что у нас есть прямая, и ее протыкает вот этот вот дискриминант, дискриминантное множество, протыкает в каком-то конечном числе точек. Ну и есть, соответственно, две точки, которые на дискриминантном множестве не лежат. Тогда их можно просто на этой прямой соединить путем. То есть, еще раз, идея в том, что вот мы берем вещественную картинку. На вещественной картинке у нас алгебраическая кривая, она разбивает плоскость на две компоненты связанности. Комплексифицируем, и мы можем уже в комплексной плоскости обойти ее. Значит, ну да, это такое замечание. Ну и дальше… Значит, первое замечание по поводу обобщения всего происходящего. Второе замечание – это то, что все то же самое, что мы сейчас обсуждали, можно сделать для многочлена старшей степени. Для многочлена вообще любой степени. Абсолютно неважно, что это был… Значит, все то же самое. То же самое можно сделать для многочлена произвольной степени. Да. Ну вот я соединил. В чем вопрос? Почему он связан на дополнение? Утверждение было, что дополнение связано. Да? Значит, надо его связать путем две точки. Берем две точки, проводим прямую. Прямая, она лежит в нашем пространстве. Смотрим, как она пересекается с дискриминантом. Ну вот за этим дельта. Ну что значит, что она пересекается… Значит, точка пересечения – это такая точка, которая лежит и напрямой, и на множестве нулей, и корень вот этого уравнения D. Теперь напрямой у нас как бы формально две координаты, но реально одна координата независимая. Но они связаны вот таким условием. Мы можем переписать R через S, например. Тогда мы можем в наш дискриминант подставить… Он вообще-то многочлен от двух переменных, но мы можем подставить R наоборот. Ну да, R подставить, получить многочлен от S. От одной переменной. Понятно? Хорошо. Это хорошо, что непонятно. Это сто процентов так, но… Да, это сто процентов так. Нет, это факт может просто быть геометрически очевидным, потому что типа четырехмерное вещественное четырехмерное многообразие в нем… Под многообразие к размерности один комплексный, то есть вещественное два. Можно его обойти, но если это не очевидно… Вот смотрите, у нас есть уравнение вот такое вот. У нас есть условие AR плюс… Спасибо за вопрос большое, потому что нужно задать вопросы. Значит, R равняется минус S минус B, C поделить на… Минус C минус B, S поделить на A. Подставляем сюда. Получается S в квадрате плюс вот это выражение разделить на A в кубе равно нулю. Уравнение третьей степени на S. У него есть нули. Вот нули – это и есть точки пересечения. Ну, дополнение связано до нескольких точек. Тогда можно соединить путем. Ну, в самый конец непонятен или какое место? Понятен, все хорошо, да? Да, ну то есть просто дополнение до точек есть… Еще раз, это утверждение про плоскость, что на плоскости мы выкидываем множество уравнений, множество нулей и многочлена, получается что-то связанное. А мы его сводим к прямой комплексной. Потому что на прямой комплексной тоже если выкинуть множество нулей… А на R это неверно. На R я сам выкидываю множество нулей и многочлен, то получается что-то не связанное, а на плоскость связанное. Вот плоскость гораздо проще с одной стороны. С другой стороны содержательнее, потому что вместо вот этих вот бифуркаций или чего-то такого, таких перестроек на этом графике, которое происходит, когда мы протыкаем дискриминант, у нас теперь будет сейчас… мы будем обходить его, у нас будет то, что называется монодромия, будет какие-то перестановки на корнях. Но это будет через минуту. Можно я скажу ассоциацию под рекомендуем? Если у вас на комплексной прямой вкопано конечное число столбов, то ли в обычном столбе не удерживается? Если у вас вещественная прямая, и вы на ней вскопали столб, то ли вещественная прямая, а на комплексной плоскости лучше так не делать? Это правда, да. Но да, это как бы… Это то, что здесь нарисовано, а то, что там нарисовано, что это работает в любой размерности, что мы можем теперь смотреть на множество нулей многочленов там от 5 переменных, один многочлен, и в R это будет устроено так, что дополнение будет не связано, а в C это будет так устроено, что это не связано. То, что мы сейчас сделали, это то, что множество заданное комплексное обвинение имеет комплексную проявленность 1, то есть вещественную 2, и поэтому пространство изделить не может. То есть в чем всегда можно? Ну да, то есть если мы берем сферу в трехмерном пространстве, тогда она разделяет. Если мы берем сферу двумерную в четырехмерном пространстве, она ничего не разделяет, но четырехмерная пространство это как раз C-квадрат, а дискриминант это как раз как сфера, потому что это что-то комплексное в warenomo Oi, вещественной в warenomo Abdou. Значит, все тоже самое можно сделать… Спасибо за вопрос. Все то же самое можно сделать в любой размерности. У нас будет для любой степени многочлена. Если у нас теперь степень многочлена n, тогда у нас просто будет теперь, давайте сразу комплексные коэффициенты, будет какой-то cn, ну там cn-1, если мы пишем d, p мы пишем точно так же, как, значит, a nxn, n, извините, n, наверное. Второй коэффициент мы пропускаем там для красоты cn-1, плюс и так далее, плюс а0. Вот, получается cn это пространство параметров, афинное пространство, очень простая вещь, и в ней тоже будет комплексный дискриминант. Ну, я не знаю, это известно ли факт, что существует такая штука, как дискриминант многочлена степени p, многочлен от коэффициентов, который зануляется тогда и только тогда, когда есть кратный корень. Как в двумерном случае или вот в трехмерном вот это r квадрат плюс s в кубе. Это известно кому-то? Кто знает, что такое дискриминант многочлена степени больше, чем m? Больше, чем 3. Хорошо, ну тогда… А результат? Кто не знает, что такое результат? Да. Вот, да, ну дискриминант это результат от многочлена производной. Вот, спасибо, это хорошо, это очень хорошо. Значит, результат зануляется тогда и только тогда, когда есть кратный корень двух многочленов. Просто есть общий корень двух многочленов, а кратный корень многочлена есть тогда и только тогда, когда у него есть общий корень с производной. Ну, давайте мы сейчас это на следующий. У нас будет от одной переменной отравленной в любом случае что-то очень простое и неинтересное, а в следующий раз у нас будет или через один будет результат от многочленного. В общем, поверить мне надо, что вот можно написать от вот этих вот переменных a1, a0, an, a0, такой многочлен, который будет изнуляться, тогда это кратный корень, как у квадратного многочлена b2 минус 4ac. Такая же штука. Вот. И соответственно... Что? Ну, давайте мы можем, кстати, сделать это в листочек ставить про определение, если хочется. Ну, это простая вещь. Значит, теперь... Ну, может и да. В общем, тоже можно посмотреть на дискриминант. Соответственно, множество нулей. Дискриминант — это множество нулей d. Дискриминант — это множество нулей дискриминанта. И дополнение будет связано. И в частности это доказывает, например, основную теорему алгебры сразу. Потому что если у нас есть два... Каким образом? Мы берем какой-то произвольный многочлен, ну, если у него есть кратные корни, то у него есть корень. А допустим, мы хотим, значит, сказать, что у любого многочлена есть корень. Значит, у него кратных корней нет. Тогда он живет вот в этом вот пространстве. И мы его соединяем точку, которая отвечает p, соединяем с точкой, которая отвечает, например, xvn-1, у которой есть корень. И дальше мы пользуемся предыдущим аргументом с касательными, что когда мы движемся по кривой, корень тоже можно протащить. Это понятно, кстати? Очень хорошо. Да, но, конечно, смысл для нас вот этой комплексификации не в том, чтобы доказать основную теорему алгебра, которая простая, а мы будем доказывать сейчас вот эту теорему Абеля. Теорему Абеля. Значит, да. Значит, тут есть такая важная, очень важная, очень красивая вещь. Она называется представление мандромии. Сейчас мы это будем писать. со страшной скоростью. Значит, давайте мы обозначим за xd вот это вот пространство. Было n, да? Ну пусть будет d. cd минус дискриминация. Это пространство многочленов степени ну таких вот многочленов, где мы сделали замену координат, чтобы там старший коэффициент был равен единице, а следующий коэффициент был... Ну, в общем, какую-то замену сделали. Многочленов степени d без кратных корней. Это все неважно. Без кратных корней. И сейчас мы построим представление монодромии или гоморфизм монодромии. Он будет бить из фундаментальной группы дополнения, соответственно, этого xd с какой-то точкой p в группу перестановок из d элементов. Значит, да, ну я надеюсь, что все... Да, там была лекция Гайфулина. Да, спасибо. Там он рассказывал, что такая фундаментальная группа. Показывал пакет. Было круто. Вот, значит, все помнят, наверное. Значит, поэтому... Да, теперь что мы... Так, сейчас 15 минут, я попробую, может быть, как-то тезисно. Значит, во-первых... Ну, это в любом случае красивая вещь, так что давайте я про нее расскажу. Значит, что происходит? Вот мы берем какой-то представитель в этой группе. Это петля. Мы берем p, смотрим семейство pt многочленов, без кратных корней, которые начинаются и заканчиваются в одной и той же точке нашего пространства xd. Давайте мы выберем... Да, мы знаем по основной теореме алгебры, что p имеет ровно d корней. Ну, возможно, да, различных корней. Значит, p имеет... Да, рассмотрим... Рассмотрим множество корней многочлена p от x равняется 0. Назовем его там x1 xd. Теперь, когда мы движемся... Ну, дальше мы пользуемся вот этим вот аргументом, там, рукомахательным, про касательные. И, значит, для каждого i мы, значит, можем... существует такой там единственный корректно определенный путь x и t от t в комплексных числах такой, что... Что? Что, во-первых, p от x и t от t равняется 0. p с индексом t. Что x и t от t это корень многочлена p с номером t, да? То есть мы едем и тащим за собой касательную. Касательную, а касательная определяет вам как бы точка касания. Это параметр, ну, грубо говоря, параметр корня. Вот, это первое. А второе, что они все друг с другом не совпадают. Что x и t от t для любого там t, x и t от t не равняется xj t от t. Теперь что происходит, да? Ну, дальше мы приезжаем обратно и получаем новое какое-то семейство, новое семейство корней, да? Значит, у нас p1, да, конец пути совпадает с началом. Следовательно, у нас есть два разных множества. У нас есть множество x1, xd, в смысле два одинаковых множества, но по-разному пронумерованы. И есть x1 от единицы, так далее, xd от единицы. И это нам задает некоторую перестановку, да? Вот они были пронумерованы, а теперь у них новая нумерация. Это, соответственно, значит определяет это определяет перестановку sigma множество из d элементов, которое sigma от i это g, если x сытая равняется xj от единицы. Окей? Понятно? Понятно, да? Ну, я не знаю, можно было разобрать это на случай из трех. Трех степени 3 или степени 2 даже на самом деле это имеет смысл. Ну, окей. Значит, теперь… Да, теперь вот я… надо подумать. Значит, ну, первый… Сейчас xj от единицы от начальной точки пути? Конечная. Потому что, да, путь от нуля до единицы, да. Надо было написать, значит, у нас pt, как бы оно с 0,1 в xd. Да. То есть это как бы как раз то, что было в точке 0, а это, ну, тут можно было написать от нуля, я просто не стал писать, а это то, что в точке 1. Да, они как бы едут, они приехали, тот же самый многочлен, те же самые корни, но как-то перемешаны. Вот. Теперь, ну, мысль такая, что если у нас два пути гомотопные, вот этот как раз пакет есть, тогда перестановки одинаковые будут. Это просто потому что… Ну, давайте не буду объяснять. Значит… А когда, когда конец? В половину? Через 10 минут? В половину. Да, сейчас, давайте я подумал просто, что я могу, в принципе, успеть. Значит, ну, список можно сначала сказать список утверждений, а потом, а потом, значит, разобраться с чем-то, если я успею что-то доказать. Значит, ну, первое, что это на самом деле гомоморфизм из фундаментальной группы в группы перестановок. То есть, если они гомотопные, то одна и та же перестановка. Это просто… И то, что если у нас есть два пути, мы их как бы… две петли, мы их как бы конкатинировали, да, мы сначала по одной прошли, потом по другой, тогда перестановки прокомпонировались. Это из этого определения тоже элементарно следует. Ну, если это очень наглядно. Вот, но да, значит, такой гомоморфизм. Теперь, что, собственно, мы хотим доказать? Мы хотим доказать, ну, какую-то версию теоремы Абеля, то есть теорему о неразрешимости. Что говорит теорема… Да, давайте сначала сформулируем, что такое разрешимость. Мы скажем следующее, значит, что алгоритм решения уравнения степени D в радикалах это набор многочленов Q1, Qn. Таких многочленов, что… Сначала давайте я напишу… потом допишу конец, а сначала напишу систему, которая определяется этим набором многочленов. Значит, давайте посмотрим на такую систему. Значит, Х1 в степени К1 равняется Q1 от АДА0. Значит, АДА0 – это коэффициенты многочлена. Мы их подставляем, нашего какого-то многочлена P. Мы их подставляем в Q1, это выдает нам число, мы берем из него корень, один из корней степени К1. Потом мы берем Х2 в степени К2. Это Q2 от, значит, АДА0, Х1 и так далее. То есть мы как бы добавляем, не знаю, если в алгебраических термах, мы добавляем к нашему полю вот этот вот корень, и теперь мы с ним можем делать алгебраические операции, то есть засунуть его в какой-то многочлен, то есть умножать на какие-то числа или на другие коэффициенты. И потом, значит, получить какое-то выражение и взять из него корень следующий. И в конце у нас Хn в степени Кn равняется Qn от АДХ1. То есть вот здесь Qn. И, значит, мы говорим то, что существует алгоритм решения, если существует такой набор многочленов, что для любого P, значит, среди решений Хn вот этой системы, звездочка, найдется корень уравнения P равняется 0. Понятно, для каждого P своя система, потому что свои АДА0. Много может быть Хn решений, потому что там комплексные штуки всякие, и там много, да, корней. Вот. Ну и потом среди них должен найти, ну, комплексный корень мы рассмотрим, среди них может тоже найтись корень этого нашего уравнения P равного 0. Значит, для многочленов степени 2 есть алгоритм решения. Для многочленов степени 3 мы тоже разобрали, что есть вот эта формула, которая имеет ровно такой же вид, и которая тоже дает один корень. Достаточно одного корня, да, дальше мы по индукции уже все раскручиваем. Для степени 4 тоже есть. А оказывается, что начиная со степени 5 такого вот этого вот объекта алгоритма решения нет. То есть какие-то конкретные многочлены могут разрешаться в радикалах, и ответ на вопрос, разрешаются или нет, дается в теории Гулуа. А вот такого, чтобы была формула, которая подходит для всех сразу многочленов, такого точно нет. Значит, это можно доказать. Да, давайте просто, значит, какие нужно утверждения, чтобы это доказать. Ну, это другое определение, наверное. Да. Икс, да, 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 спасибо, 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 спасибо. Это категорически неправильно. В смысле опечатка, да, ну, спасибо. Да, конечно, да, то есть мы на каждом шаге… Ну, понятно, да, что вот это просто формальный дурацкий, может, не надо было писать это определение, так понятно, да, что имеется в виду. То есть формальный язык для того, чтобы сказать, что каждый раз мы берем что-то, что получилось на предыдущем шаге и добавляем корень. Берем корень из того, что там какие-то операции обычные, сложение и умножение, и можно взять корень в конце, а потом еще раз это сделать. Ну, так слопнуть нельзя, потому что здесь и qn – это многочлен, а это корень. Ну, реально можем, да, реально будет формула 1, то есть просто там будет много корней. Да, не знаю, может быть это… Учитывая, что я и декальство сейчас не успею искать, может быть не надо было определение говорить такое формальное. Значит, идея теперь декальство… Да, вот утверждается, что начиная с размерности 5, со степени 5, такого не бывает, такого набора q1, qn. Почему? Значит, это основано на следующее утверждение. Пусть, значит, алгоритм существует. Тогда, значит, давайте мы обозначим за g группу монорамии, то есть образ p1 от xdp. Это подгруппа какая-то из sn, из sd. Давайте мы обозначим ее за g. Тогда вот эта вот группа, она должна быть… Это, наверное, называется разрешима. Значит, должна удовлетворить такому свойству, что если, значит… Более конкретно, значит, gn должно быть равно 0, где gn – это последовательность подгрупп, группы перестановок, которые строятся индуктивно. Значит, g0 – это g, а gk плюс 1 – это коммутант gk. То есть множество перестановок вида альфа, бета, альфа минус 1, бета в минус 1. Где альфа, бета из gk. Ну и, соответственно, это можно и… У нас сейчас утверждение про как бы существование алгоритма для всех сразу многочленов степени d, а можно для какого-то подпространства. Рассмотреть подпространство. Здесь просто будет группа. Не вся фундаментальная группа, а какой-то кусок. Коммутатор, наверное, бывает у двух элементов, а коммутанта у группы. Но я, честно говоря, могу говорить неправильно. Кто-нибудь может прокомментировать? Мне кажется… Ну, в общем, да. Хорошо, вот такое утверждение. Давайте я сначала закончу. Все, а если еще… Все, уже нет времени? Ну, все, давайте тогда за минуту просто объясню, почему конкретно для степени 5 ничего не работает. Значит, вот такое утверждение. Да, оно пока без доказательства у нас существует. А теперь утверждение следующее. Что… Давайте мы посмотрим на степень… Ну, да, утверждение такое, что… Утверждение, что… Значит, вот это вот G для D равного 5, G равняется вся S5. То есть все перестановки могут быть получены… Ну и на самом деле это вообще для любого D, я думаю, верно. Я думаю, что для любого D все перестановки могут быть поручены как монодромия для некоторого уравнения. А именно в данном случае достаточно рассмотреть такое уравнение x в степени 5 минус x. Это будет P от x. И даже можно смотреть не на все пространство вот это вот xd, а только на такую комплексную прямую, которая задана вот на такое семейство. Вот в таком семействе у нас… Да, если мы ездим вокруг… Тут будут какие-то точки… Четыре точки, на самом деле, в дискриминанте. И если мы объезжаем вокруг дискриминанта, смотрим, какие перестановки можно получить, то можно получить всю группу перестановок. Вот, на самом деле, значит, это, я думаю, для любого D. А второе уже совсем упражнение, что конкретно для D больше или равного, чем 5, вот этот вот… Значит, если G у нас это Sd, тогда Gn равняется четным перестановкам, подгруппе четных перестановок. Этот факт для S5 только что был на лекции Гайфулина, если кто-то там был. Вот он говорил, что если… Это называется, что группа… Я забыл, как это называется, сейчас я скажу. Что группа А5… Совершенно. Да. Ну, то есть понятно, что коммутант берем и попадаем уже в четные перестановки. Но вот удовольствие, что дальше любую четную перестановку, например, на 5 элементах можно представить, как коммутатор двух четных перестановок. Соответственно, дальше мы никуда не уедем. Вот. И это простое утверждение. А на самом деле вот это вот интересно чуть геометрическое посмотреть, как устроены перестановки. Я думаю, что мы можем сделать так. Можно на следующей лекции вначале, например, провести голосование. И если захочется, можно там попытаться за 15 минут добить вот эти два декальтиста. Ну и что-то будет, наверное, в… Ну, например, вот такая вещь про коммутанты. Вообще какие-то вопросы про перестановки можно в листочек запихнуть. Кто этого не знает? Не знаю, кто не знает. Есть люди, которые плохо… Нет, надо так плохо спрашивать. Есть люди, которые хорошо знают все про перестановки? Ну, я не знаю. Ну, вот, например… Ну, вообще знают, что такое перестановки. Уже хорошо. Ну, ладно. Ну, да, нет. Ну, вообще это простая вещь. Ну, просто мало ли, может, это надо определять. Я не знаю. Извините, было как-то быстро и тривиально, наверное. Да, еще очень? Я так все слова. Хорошо. Это самое главное. Ладно. Ну, а на следующий лекции будет совсем другой сюжет. То есть, в общем, мораль была в том, что как бы с одной стороны основная теорема алгебры есть, а с другой стороны она нетривиальная, потому что если бы мы смотрели, например, над вещественными числами, то был бы сложный вопрос. Сколько там корней, это было бы связано с геометрией дискриминанта. А если бы мы хотели делать все как в маленьких степенях и как хотели делать люди там в каком-нибудь 16 веке и пытаться просто формулу написать, то тоже ничего бы не получилось. Вот поэтому основная теорема алгебры, она такая теорема существования, когда нельзя привести явную никак. Да, кстати, насчет явного, что на самом деле для степени 5 есть решение, но не в радикалах, а в эллиптических функциях. Про это есть книжка у Прасолова. Прасолова. Вот, хорошая, наверное. Да, дальше мы будем заниматься… Это как бы была вводная лекция, просто чтобы примерно понять, что здесь происходит. А дальше у нас будет техника совсем другая. Мы будем про алгебраические кривые говорить. Хотя вот эта штука была… Да, у нас была сегодня алгебраическая кривая одна, но у нас будет дальше не появляться совсем в другом контексте, но тем не менее. Ну и будем тоже про всякие искать корни и так далее. Алгоритм не то, он в следующий раз будет.